Привет, друзья! Ну что, наконец-таки ко мне в руки попал DuraForce EX от компании Kiosera. Это среднебюджетный, ну а я бы сказал, что это достаточно бюджетный по характеристикам аппарат, представленный в конце января 2024 года. Вышел он чуть позже, чем Torque G06. Усечен по характеристикам достаточно сильно, о чем я расскажу чуть позже. Компания Kiosera, помните, она грозилась уйти и вообще покинуть рынок смартфонов в прошлом году, но исправилась, вовремя исправилась, представив Torque G06 и вот этот вот недорогой по японским меркам DuraForce. И, кстати, DuraForce крайне редко появляется на японском рынке. Обычно они выпускают аппараты для Kiosera для США. Но в данном случае этот аппарат выпускается сразу у трех операторов, у NTT DACOMO. Версия как раз-таки у меня на руках модель KY51D. Причем сразу замечу, он двухсимочный, как и у саундбанка. И есть еще версия для Wi-Fi операторов, там нет поддержки мобильных сетей. Он, в принципе, не интересен, поэтому в данном случае интересен именно аппарат от DACOMO. Что касается первых впечатлений, ребят, ну он достаточно большой. Достаточно большой, потому что все-таки его целевая аудитория, это люди, которые знают точно, что они могут свой телефон уронить, утопить или еще как-нибудь разбить. Даже, например, по сравнению с тем же G03, посмотрите, насколько он подрос. При том, что у смартфона, у DeroForce, у него 5,8 диагональ. Единственное, что да, вокруг дисплея у него достаточно много всего нарощено. Вот эти массивные боковины, бампера все, они, естественно, нацелены на защиту внутренности смартфона. Что касается комплекта. Как вы поняли, в комплекте только батарейка. На 4,270, она чуть меньше, чем... Я бы даже сказал, она меньше, чем у того же TORC G06. Батарейка, задняя крышка и инструкция. Все остальное, по идее, у вас уже должно быть и зарядка, и кабель, и наушники. Тем более, японцы считают, что это все у вас уже осталось от предыдущего смартфона. По характеристикам, или давайте, да, по внешнему виду пройдусь. Это все достаточно все мощно. Поскрипывает в руке, потому что кнопки аппаратные, крышка, соответственно, внешняя, точнее, съемная батарейка, съемная тоже. Основной плюс таких телефонов, как вы понимаете, это возможность на ходу, фактически, заменить аккумулятор. Чего нельзя сделать в обычных смартфонах, естественно. Поэтому для удобства, в принципе, вы можете, да, запастись там парой батарейкой и в поля, соответственно, в гору выдвигаться. Достаточно массивно лежит в руке, 248 грамм он весит по габаритам 163 на 77 и 14,8. Достаточно широкий и достаточно такой крупно лежащий в руке. Я бы даже сравнил его, наверное, с флагманами среднестатистическими, у которых там диагональ 6,8 дюймов. Ну, кому как. Кто-то, да, берет именно под какие-то жестокие обстоятельства его, зная, что, например, там будет бросать, терять и так далее. Кто-то просто любит такие массивные телефоны, потому что орехи, как быть, больше нечем. По внешнему виду. Вверху у нас, соответственно, есть разъем для наушников, что крайне редко встречается в смартфонах современных. Справа у нас сканер отпечатков пальцев, совмещенный с кнопкой включения. Дополнительная кнопка программируемая. Слева такая же кнопочка. Рядышком находятся кнопки изменения громкости. Вот эти вот массивные боковины на углах, которые, да, вот эти бампера. Соответственно, здесь можно добавить в качестве аксессуара крепеж или карабин повесить на поезд, на рюкзак и так далее. Есть такие возможности. Внизу у нас, соответственно, разъем, не спрятанный за заглушкой, как у торка USB-C. В принципе, все. Ну и, соответственно, там камера. По камере, опять же, да, усеченная все. Здесь основная на 16. Она единственная из вспышка. Максимальное разрешение записи видео в Full HD. Все достаточно просто. Фронталка на 8 мегапикселей. Дисплей 5,8 дюймов. Он достаточно простой. Здесь разрешение не такое большое, как, например, флагманы. 1560 на 720. Его, да, его достаточно для среднестатистических, так сказать, работ. Приложения его более чем достаточно. Единственное, что, да, можно пожаловаться. Я бы пожаловался, например, на процессор MediaTek Dimensity 700. Его, наверное, здесь маловато. Прям заметно бывает, что телефон медленно реагирует на нажатие кнопок. Может быть, на запуск приложений. По крайней мере, да, по крайней мере, это видно, если сравнить его с какими-то современными доступными смартфонами. По качеству фото и видео я выложу все подробно у себя в обзоре на сайте. Можете посмотреть уже, кстати, примеры видео. Можете посмотреть на YouTube-канале у меня. По-моему, один ролик. Оцените, опять же. Нам нужно понимать и не забывать, что это бюджетный смартфон именно по японским меркам. Да, возможно, по цене он не так приятен в России, как, например, в той же Японии. Потому что все-таки разные уровни жизни в Японии и России, в том числе и по зарплатам. Поэтому оценивая, например, бюджет, нужно понимать, что это бюджетный именно по японским меркам смартфон. Что еще? Есть поддержка GSM, поддержка 4G, Android 13. Настройки, как обычно, на английском. Русифицировать частично можно с помощью локали, как обычно. Обновляется через VPN. Защищен от воды. 1,80 м падения с высоты на бетонный пол выдерживает. Падение металлических шариков. Все это, в принципе, в интернете я уже выкладывал. Рассказал, как это выглядит. Ну, достаточно такой бронебойный аппарат, да. Дорогой, недорогой, ну, это уже нужно ценить по вашему кошельку. 4,64 памяти. Повторюсь, 2,2 ГГц. Dimensity Mediatek 700. Да, в игрушки здесь особо не поиграешь. Поэтому нужно рассчитывать на соответствующие характеристики. Ребят, все, вроде все рассказал. Больше ничего интересного нет. Все подробно расскажу у себя, как обычно, на сайте в подробном обзоре. Будут вопросы, оставляйте свои вопросы под этим видео. Постараюсь учесть все в подробном обзоре. Всем спасибо. Пока.